В эфире новости в студии Ксения Садова. Здравствуйте! Подводим итоги этого дня. На улицах Владимира уже этим летом появится 70 новых автобусов марки «Волгобас». Об этом сообщили в компании «Бакулин Моторс Групп». 36 автобусов будут на газомоторном топливе, 30 дизельных большой вместимости и 4 среднего класса. В компании подчеркивают, что новый заказ – повод для гордости и одновременно большая ответственность. Ведь по городу Владимиру будут курсировать машины, произведенные в нашем регионе. Полностью низкопольные машины не имеют ступеней при входе. Они оборудованы площадками для заезда колясок и адаптированы для перевозки людей с ограниченными возможностями. Несколько районов Владимирской области атаковали гусеницы европейского подвида непарного шелкопряда. В зоне поражений – национальный парк Мещера. Чтобы снизить численность популяций, региональные власти совместно с экологами разрабатывают меры борьбы с вредителями. Методы должны быть основаны на научных данных, чтобы не нанести ущерб экосистемам. Слово Ирины Начаровой. Стена этого дома еще недавно была черной от насекомых. И сейчас гусеницы непарного шелкопряда не собираются покидать деревню Малые острова. И вся деревня такая. И не знаю, мне даже слов нет, что сказать. Такое впервые видите? За всю жизнь такого нашествия я ни разу не видел ничего. Это вот как будто высыпали. Аппетит у вредителей непомерный московским пенсионерам Владимиру Елене Федоровым удалось спасти всего несколько плодовых деревьев. Нижние ветви этой яблони дачники смогли обработать на верхушке голой ветви. На дереве всего одно яблоко. Вы не знаете, сколько этой травы я тут извел на этом участке. Это ужас. И они теперь листья съели, и теперь насосы пошли. Гусеницы добрались и до клубники. Чтобы угостить внука, бабушка тщательно промывает каждую ягодку. Все растения постоянно обрабатывают химикатами. Это получается, мы все лето не отдыхаем, а целое лето только проливаем. И льем уже два опрыскивателя. Они уже два опрыскивателя полетели. Надо покупать новые. Володя в деревне поневоле стал биологом. Изучает особенности поведения европейского подвида непарного шелкопряда. Противные, много следов оставляю, ну и живучие. Утром на подушке нет у тебя еще гусениц? Нет. По жалобам жителей в деревню приехал инспектор регионального управления Ростельхознадзора. Мария Сальнова собирает гусениц в специальные колбы. Смотрите, сейчас мы отбираем образец. Это гусеница насекомая. По морфологическим признакам схожая с гусеницами непарного шелкопряда. С азиатским подвидом. Который очень опасен, как раз карантинный вид. Насекомых отправят в лабораторию. Результат экспертизы очень важен. Азиатский подвид более прожорлив, чем европейские гусеницы нападают и на лиственные, и на хвойные деревья. Но до сих пор в нашем регионе таких вредителей не регистрировали. Специалисты успокаивают жителей области. В какой-то катастрофе вспышка популяции не привела и не приведет. Это, еще раз повторюсь, естественный процесс. Эти кадры сегодня утром сняли в Национальном парке Мещера вредители повсюду. Но по закону в заповеднике без основания запрещено использовать химикаты. Могут погибнуть в том числе гусеницы краснокнижных бабочек. Что делать? Ученые дадут заключение в конце августа. Это эталонные участки природы. И независимо от каких-то сезонных явлений, данные участки должны сохранить свои популяции других видов на протяжении сотен лет. И достаться нашим внукам и правнукам. На землях лесного фонда очаг составляет более 3000 гектар. Это всего 10% от зараженной территории. Экологи говорят, деревья не погибнут. Большинство поврежденных в прошлом году растений восстановились. Также в популяции вредителей уже замечен рост заболеваемости. Нам надо залить, например, всю область ядохимикатами. Ну вы как себе это представляете? Через неделю, через две уже ни одной гусеницы не будет. Они все полетят. Будут бабочки уже. Уже не так будет глаз резать, скажем так. Помочь могут и естественные враги гусениц. Кукушки, синицы, дятлы и пищухи. Впрочем, надежда не только на пернатый спецназ. В регионе уже знают, какие препараты необходимы для борьбы с вредителями. Леса и земли планируют обработать в мае 2024 года. Ирина Начарова и Евгений Адамов. И к другим темам. С сегодняшнего дня во Владимире начала работать приемная комиссия филиала Приволжского исследовательского медицинского университета. Она развернулась в стенах городской поликлиники номер 2. В новом учебном году филиал планируют набрать на специальность лечебное дело 180 студентов. Из них 80 мест на платной основе. Остальные бюджет по целевой квоте. Также ВУЗ готовит 16 направлений для ординатуры. На последипломное обучение ожидают 61 квотника. Целевое обучение дает преимущество при поступлении. Это, во-первых, для студента. Ну и, конечно, потом это гарантированное трудоустройство. И для системы здравоохранения это гарантированные специалисты, которые получат дипломы, закончат обучение в университете и придут работать именно в те больницы, которые дали целевое направление. Будущим студентам нужно предоставить результаты ЕГЭ по биологии, химии и русскому. Для тех, кто планирует поступать в ординатуру, предстоит пройти вступительное испытание. Необходимый пакет документов – это паспорт, снилсы, заявление на обучение. Можно подать на сайте университета или на портале госуслуг, а также в приемной комиссии. О том, кто попал в списки на зачисление, будет объявлено в конце июля. Один из каналов – это наша электронная почта, напомню. Также вы можете задать вопрос через портал госуслуг. Также можно нам позвонить. И если какие-то вопросы остались еще непонятными, можно, конечно, прийти к нам лично проконсультироваться. Во Владимире жители квартир на Большой Нижегородской 67В возмущены состоянием своего дома. Ему больше 100 лет. По словам людей, проблем там накопилось немало. Крыша течет, а стены рушатся. Почему дом до сих пор не признан аварийным, разбирались мои коллеги. Алексей Жижин живет в этом доме на Большой Нижегородской больше полувека. Мужчина рассказывает, в последнее время постоянно приходится что-то ремонтировать. Проблемы появляются одна с другой. После протечки крыши пошел грибок и отвалилась штукатурка. Мне пришлось ее заделать гипсокартоном. В других комнатах я пошел проще. Я заделал пластиковыми панельми, чтобы не видно вот это вот. Трещины в фасаде достигли таких размеров, что весной птицы вьют там свои гнезда. Дом настолько ветхий, что из него выпатают кирпичи. Как раз около подъезда стою и неожиданно падает мне прямо на голову небольшой средний кирпичик от фундамента кровли. Прямо в голову. Проблем добавляется и в сырую погоду. Плесень и протечки становятся постоянными. Кровлю в доме меняли в 2016 году. А спустя всего пару лет она снова начала течь. Сейчас жители обеспокоены, кто будет ее чинить, если прошлый подрядчик давно банкрот. В мэрии говорят, что на крышу еще действуют гарантии, а значит ремонту быть. Проведено комиссионное обследование кровли. Действительно установлены дефекты. И по информации городского управления ЖКХ в настоящий момент фондом капитального ремонта готовится дефектная ведомость. Ситуацию с кровлей держат на контроле и в прокуратуре. Сотрудники ведомства совместно с МЧС и Государственной жилищной инспекцией выезжали на осмотр дома. Всеми специалистами осмотрены условия проживания, состояние дома. В настоящее время ими готовятся справки для того, чтобы представить их прокурору города Владимира. Когда все материалы будут собраны, будет дана оценка состоянию данного дома. И исходя из этого будут приняты меры прокурорского реагирования. Хоть дома уже больше ста лет, и его состояние оставляет желать лучшего, он до сих пор не признан аварийным. Два года назад комиссия не нашла для этого оснований. Но жители могут обратиться с такой инициативой вновь. Казание вот этой муниципальной услуги о признании дома аварийным, подлежащим к сносу, ровно как и жилого помещения, аварийным, подлежащим к сносу, носит заявительный характер. И жители снова могут, собственники снова могут заказать себе заключение специализированной организации и вновь обратиться. Но мнение самих жителей о необходимости признания дома аварийным расходится. Многие не готовы переехать из центра города в другой микрорайон. Да и ждать очереди на переселение придется не один год. А вот вопрос с ремонтом кровли нужно решать однозначно, говорят жильцы. Не за горами осень и дожди. Ольга Эльфимова, Марина Елькина, Евгений Адамов. Сегодня из Владимирской области на службу по контракту отправилась очередная партия добровольцев. Проводить их к Дому культуры молодежи приехали родные и близкие, а также школьники областного центра. Мужчины будут нести службу в зоне проведения специальной военной операции. По традиции в зону СВО добровольцев провожает министр региональной безопасности Сергей Полузин. Говорит, каждому перед отправкой вручили карманную книгу. В ней самые актуальные советы от военнослужащих, которые уже участвовали в боях. Временное изучение будет. Сначала контрактников направят в учебные части. Я очень прошу и каждую отправку прошу тех, кто еще не определился, время защищать Родину. Время своим личным участием выполнить воинский долг. Это касается и мужчин, и женщин призывного возраста. Напоминаю, от 18 до 60. Мы даже делаем исключение 61, 62 и более. Мы очень надеемся, что придут те люди, которые осознанно сделают свой выбор и личным вкладом сегодня защитят нашу Россию. Всего контракт с Министерством обороны в этот раз заключили 24 жителя Владимирской области. Говорят, защищать свою Родину – их священный долг. С 1 марта из Владимирской области на фронт отправились уже более 30 групп контрактников. Присоединиться к их рядам можно и сегодня. Областной пункт отбора на военную службу по контракту работает по адресу. Улица 1, Пионерская, 92. Правительство Владимирской области и Владимирский госуниверситет договорились о взаимодействии по вопросам противодействия идеологии терроризма и профилактике экстремизма в молодежной среде. Соглашение об этом подписали министр региональной безопасности Сергей Полузин и ректор университета Анзор Саралидзе. В области хотят повысить уровень грамотности в вопросах экстремизма не только жителей города, но и органов государственной власти. Сергей Полузин подчеркивает, Владимирский госуниверситет в данном вопросе впереди всех. И соответственно ректор, и преподаватели, и созданная структура, которая успешно работает, координационный центр, она вносит весомый вклад в просветительскую, в первую очередь, работу. В то, что мы сегодня совместными усилиями выполняем решение президента, решение Совета безопасности о противодействии идеологии терроризма. В Владимирскую область посетил президент Российской Федерации баскетбола заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко. В наш регион за последние 4 года он приезжает уже во второй раз. Именитый спортсмен отметил успехи нашей команды по баскетболу Владимирские львицы. Провел мастер-класс для детей и обсудил развитие спорта с губернатором Владимирской области. Все подробности в нашем материале. С горящими от восторга глазами и мячами для автографов. Именно так юные баскетболисты встречали бронзового призера Олимпийских игр в Лондоне и чемпиона Европы Андрея Кириленко. За быструю реакцию и точность попаданий болельщики даже прозвали его АК-47. Во Владимире спортсмен во второй раз. Он отмечает с прошлого визита изменений много. И все только в лучшую сторону. Появился хороший попечительский совет. Появилась команда, которая сейчас будет дебютировать в профессиональной уже лиге. Девчонки хорошо заиграли сразу же. Активно многие и ребята, и тренеры начали возвращаться обратно во Владимир. Это очень круто. 4 года назад в нашем регионе развитие баскетбола получило новый толчок. Была создана команда Владимирские львицы в ЛГУ. И уже сейчас девушки имеют авторитет на уровне страны. В финале Лиги Белова в Санкт-Петербурге землячки завоевали бронзу. Благодаря этому успеху девушек пригласили играть в следующем году в Высшей Лиге России. Мы можем говорить, что в этом году наша студентская команда Владимирского государственного университета, Владимирские львицы будут играть в Высшую Лигу. Это для нас очень большой результат. Не только для нашего университета, но и для нашего региона в целом. Такого не было в истории спорта для студентских команд. Андрей Кириленко отмечает, у львиц есть все шансы на победу. Ведь сейчас девушки стали не просто командой. Их пример показывает молодежи, что игра во дворе – это не предел их возможностей. Нам всем хочется, конечно, выигрывать титулы, выигрывать какие-то первые места, завоевывать кубки. Но это вообще не про баскетбол. Это именно про культуру. И посмотрите, сколько девчонок, сколько парней, которые хотят чувствовать принадлежность клуба Владимирских львиц или Владимирские львы, если мы говорим, для парней. На встречу с именитым спортсменом пришли десятки юных любителей баскетбола. Андрей Кириленко каждому дал автограф и даже потренировался с ребятами. Артем Назаров, игрок команды Владимирские львы, считает, главное в баскетболе – это азарт. А этого у львиц не отнять. Отличная команда, играет сами на себя, никому не дает прохода, выигрывает всех. Молодцы. Удачи только я могу пожелать и уверенности в себе. Также Андрей Кириленко встретился с губернатором Владимирской области. По итогам Александр Авдеев в своих соцсетях подчеркнул, что у нас в регионе есть сильная детская команда по баскетболу в Собинке с пятым результатом по стране. И яркая мужская команда в Кольчугине. И этот вид спорта нужно поддержать. Нужно расти дальше. Создавать профессиональную команду и региональную спортшколу. Я поручил областному Минспорта заняться этими вопросами и создать программу развития баскетбола на ближайшие три года. Если в регионе появляются успехи в том или ином виде спорта, власти всегда подставляют плечо, сказал губернатор. Он уверен, у Владимирских львиц и львов впереди большие победы. Ксения Садова и Евгений Адамов. На службе коллега, а дома друг, сотрудники кинологической службы МВД России отметят свой профессиональный праздник. На сегодняшний день на службе в регионе более ста собак. И у каждого из них своя специальность. Одни занимаются поиском взрывных веществ и устройств, вторые ищут наркотики. В среднем собаки служат около восьми лет. По истечении срока их отправляют на заслуженную пенсию. В центре кинологической службы отмечают, для работы воспитывают разные породы собак. Но предпочтение отдают немецкой овчарке. Эта собака быстрее всех запоминает запахи. И начинает работать сразу в оперативно-служебной деятельности. Любую собаку можно научить всему, но даже дворняжку. Но на нее придется затрачивать намного больше усилий, чем взять на примере немецкой овчарки. Сотрудники центра отмечают быть кинологом призвание. Нужно не только уметь общаться с собакой и быть в хорошей физической форме, но и искренне ее любить. Именно это напрямую влияет на скорость обучения и конечный результат. Кинологи признаются, за много лет службы их напарники становятся полноценными членами семьи. Артисты Луганского академического театра побывали во Владимире в рамках проекта «Большие гастроли». Накануне они выступили на сцене областной филармонии с пьесой под названием «Бабий бунт» по мотивам знаменитых донских рассказов Михаила Шолохова. Дух казачества актеры передали через игру, танцы и песни. За постановкой наблюдали мои коллеги. Кто же мне, командирцы, скаутки, лучше ты себе не полезай. Главную роль в пьесе играет заслуженная артистка Луганской народной республики Наталья Недоступ. В юношестве становиться актрисой она даже не думала, но по счастливой случайности попала в Луганский колледж культуры и искусств. После его окончания всю группу пригласили в музыкальный драматический театр. Так Наталья служит театру вот уже 25 лет. Каждая роль требует подготовки, но отдельное место в сердце актрисы заняла ее героиня Дуняша. У меня есть в роли те слова-обороты, которые я принесла сама в эту роль. Ну вот по сути как бы я сама, во мне тоже течет донская кровь, казачья кровь. И мне очень близко. И этот дух, и эти песни, и эти танцы, и атмосфера. Я люблю эту роль и на сто процентов отдаюсь предлагаемым обстоятельствам. Ну и даже как бы проживаю. Я не могу сказать, что я играю. Дух казачества близок актерскому составу. Также многим нравится Шолохов, поэтому выбор при постановке полна этого писателя. Сложностей для актеров не было, связано это с тщательной подготовкой. У нас ребята проходят практически ежедневно специальную подготовку. Я бы сказал, такую как бы очень серьезную. Это и хореография, это вокал, это сцен движения, это фехтование. Шолохова все любят. Вот поэтому и взят был этот материал. И у нас ребята все работают с большим удовольствием в этом спектакле. Одной из фишек спектакля стала женская джигитовка. Танец с саблями готовили при участии профильных специалистов. Однако зрители отметили не только эффектное шоу, но и эмоциональный посыл каждого персонажа. Ну, если честно, сначала сюжет такой про выпивку, как-то было не очень понятно, да, как-то не очень отзывалось. А потом в процессе, когда начало разворачиваться событие, когда все как-то встает на свои места, да, какие-то человеческие качества начинают выходить наружу, очень даже интересно, с юмором. Понравилось. Актеры из Луганского театра на Оборонной выступили во Владимирской филармонии в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Коллектив уже посетил Тамбов и Рязань. Дальше труппу ждут в Арзамасе и Нижнем Новгороде. Алексей Дудин, Александра Маркина и Артем Михайлюта. На этом наш выпуск завершен. Еще больше информации на сайте trc33.ru и в социальных сетях. Если у вас есть интересные истории, нужна помощь журналистов, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь. Наш эфир продолжит программу «Здесь, сейчас». Ее ведущий Владимир Михайлов уже в студии. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Какую тему обсуждаете сегодня? Сегодня у нас прямая линия, в рамках которой мы поговорим об охране и защите водных объектов. Оставайтесь с нами.